Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. А мы попробуем. Врач-психиатр-психотерапевт Ариэль Резник-Мартов исследует события недели, поставит диагноз и назначит лечение. Нет, это не болезнь, это позиция от неграмотности. По понедельникам, когда нам особенно тяжело, в 16 часов. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Добрый день. Как всегда, по понедельникам мы встречаемся с Ариэлем Резником-Мартовым в программе «Диагноз недели». Врач-психиатр-психотерапевт нашей студии. Здравствуйте. Добрый день. Телефоны 67-212-93-9, 67-213-93-9. Как всегда, мы готовы к тому, что вы можете тоже принимать участие, задавать вопросы, комментировать, соглашаться или спорить. Всякое бывает в нашей студии. И что за тема сегодняшнего будет нашего обсуждения беседы? Эта тема обычно в разных статьях фигурирует под заголовком довольно-таки пафосно звучащим «Психология зла». Темные отряды личности – три базовых качества, которые делают людей, как нынче модно говорить, очень токсичными в отношениях, делают людей теми, кто причиняет боль и зло другим людям. В какой-то степени от этого сами страдают, в какой-то степени добиваются неких достижений карьерных и других в своей жизни благодаря вот этим качествам. Эта триада включает в себя три составляющие. Это психопатия, нарциссизм и макеавелизм. Психопатия – то, что обычно связано с жестокостью, с отсутствием эмпатии, с антиобщественным поведением, с импульсивными вспышками, с некой холодностью и тому подобными вещами. Нарциссизм – тоже всем достаточно известный термин. Это ощущение собственного величия. Это также, в общем-то, отсутствие эмпатии. Макеавелизм – это ощущение высокомерного отношения к другим людям, пренебрежительного. Люди – это инструменты для достижения цели. И макеавелизм – слово, существованию которого мы обязаны фигуре Николы Макеавелли, известного итальянского деятеля Возрождения, 15-16 век, оставивший немало книг после себя, оставивший след в истории человеческого философской мысли, политической мысли. Но в своих книгах он, в общем-то, считал, что для достижения цели можно использовать все, что угодно, и лицемерие, и коварство. Правда, больше он это рекомендовал государям, правящим страной. И макеавелизм на сегодняшнем уровне – это искусство манипуляции, это бессовестное манипуляторство, это использование людей в своих целях, это умение их очаровать, это умение к ним подольститься, и в то же время умение от них отбросить, как только они перестают быть нужными. И то же самое объединяющие все эти три качества – полное отсутствие эмпатии. То есть все три составляющие объединяют несколько вещей, и одна из них – отсутствие эмпатии. Эти люди целиком сосредоточены на своих целях, на себе, и окружающие, и их чувства от них не имеют никакого значения. Ну, скажу сразу, что вот защиту макеавелли, я его играл дважды в судах истории, в историко-архивном институте, и я пытался как-то вот, вжившись в эту роль, оправдать его действительно тем, что, во-первых, это речь шла о государях, и все-таки это эпоха раздробленной Италии, когда он считал, что нужна какая-то сильная рука. То есть, в принципе, мне кажется, что часто, говоря о том, что цель оправдывает средства, мы немножко упрощаем все-таки его взгляды. Но вот сам просто термин, очевидно, живет макеавеллизм, уже отделился от личности самого Никола Макеавелли. Вообще, мерить философа и политического деятеля XVI века сегодняшними рамками – это несколько странное занятие, но, тем не менее, сама сущность, что человек имеет право на лицемерие, коварство, достижение своих целей, и мы знаем немалое количество наших современников, которые, не будучи политическими деятелями, и будущими, по-прежнему используют и лицемерие, и коварство, и бессовестные манипуляции как инструмент восхождения к власти. Кстати, по различным психологическим исследованиям, по большей части западным, среди руководителей высшего звена, среди людей на вершине власти, наделенных вот этими качествами, очень немало. Ну, возможно, это и объясняется тем, что желание быть добреньким, угодить всем, я думаю, что с этим сталкивается каждый, ну, вот человек, который чуть-чуть попадает на руководящую должность, он вроде бы работал раньше с этими же людьми, будучи равным, и он пытается продолжать с ними быть за панибрат, и он очень быстро понимает, что это приводит к какому-то сразу хаосу, разбалтыванию системы, и вот если он не поставит себя как жесткий руководитель, если его не будут воспринимать как какого-то, ну, не знаю, строгого человека, который может принимать жесткие решения, и несмотря на то, что ты дружил с этим человеком, пил с ним, там, не знаю, кофе ходил, и ты можешь сделать ему замечание, выговор, снять зарплату, часть зарплаты, то есть я понимаю, что без этого порядка не будет. Смотрите, во-первых, ну, слово «добренький», оно такое ироническое, уже «добреньким» и «добрым» есть разница. Во-вторых, быть психопатом, быть нарциссом не является осознанным выбором человека. Человек не решает, а стану-ка я психопатом, буду плевать на все нормы, запугивать людей, унижать их и так далее. Ну, нет, это его какая-то сущность. Точно так же, как нарциссизм не результат осознанного выбора. Макиаверизм, наверное, в большей степени. Где-то были какие-то исследования, что если у нарциссизма и у психопатии можно найти какие-то генетические основы, то у макиаверизма их намного меньше. Кстати, к этой триаде некоторые добавляют четвертую составляющую, делают это тетрадой, называют это повседневный садизм. То есть люди, которые с жестокостью относятся ко всем, кто от них зависит, наслаждают своей властью, унижениями, мучениями окружающих. Не важно, это члены семьи, это человек, который держит в страхе всю свою семью, или это человек на работе, который доставляет удовольствие ежедневно издеваться над подчиненными. То есть для того, что тоже имеет место быть, кто-то, может, это отнесет тоже к психопатии, но, наверное, есть люди, которые так развлекаются всю жизнь, пока им это позволено делать. Потому что психопат и нарцисс не перестанут быть психопатом и нарциссом, если на них кто-то начнет влиять, переубеждать и так далее. Люди, склонные к повседневному садизму, скорее всего, если лишаются власти или если появляется некая сила, которая им угрожает, наверное, способны взять эти импульсы под контроль. Макеаверизм – это вообще, как мы говорили, отдельная история, это способ выстраивания отношений с окружающим миром, просто чтобы добиться своих целей, куда более обдуманное и расчетливое занятие. Которым занимается, собственно, и маленький ребенок, который может подольститься к мася или к бабушке, скажем, сказав ей какие-то комплименты, чтобы что-то от нее получить. То есть первые уроки макеаверизма мы получаем в детстве. Я думаю, что любую манипуляцию записать в макеаверизм – это перебор. Когда манипуляция – это вообще основа отношений с окружающим миром, и опять во главе та же самая корысть, достижение цели и все средства хороши, это уже как, ну не знаю, как жизненная концепция, немножко другая история. Все мы в какой-то момент где-то манипулируем. Манипуляция вообще такая вещь, как мне кажется, в современном словаре манипуляция – это по определению плохо. Я думаю, что манипуляция – это плохо, когда мы им делаем с близкими людьми, с друзьями, с членами семьи, с близкими нам людьми, эмоциональными связями. Вот манипулировать ими – это не очень хорошо. Манипуляция в бизнесе, на переговорах, манипуляция, лишь добиться максимальной эффективности от коллектива, которым ты управляешь, то, в общем-то, вполне оправданная вещь. А как ты манипулируешь, на какие точки ты воздействуешь, но не всякая манипуляция – зло. Вообще, ну, если понимать, медицинская манипуляция, с чем-то берем некие инструменты и берем некие процедуры – тоже манипуляция, в этом слове ничего плохого не содержится. Некоторые исследователи стали задумываться о том, что вообще объединяет всех людей, которые входят в эту темную триаду. и пришли к заключению, что есть, они это называли фактор D, в английском слово dark – темный, dark personality – темная личность, что этот фактор является токсичным фактором, и он, в общем-то, у определенных людей является частью их личности, частью ядра их личности. И этот деформирующий фактор может проявиться уже по-разному. У кого-то он примет направление в сторону психопатии, у кого-то он примет направление в сторону макеавелизма, но он обязательно так или иначе себя проявит. И опять этот фактор, на который очень трудно влиять, если это ядро личности, то, с чем того, что родился и оно развелось на самых ранних этапах, это не изменить переубеждением. Честно говоря, даже и психотерапия не очень помогает. С психопатией вообще сложно. Психопаты – люди, которые не чтят законы в принципе, для них существуют их импульсы, поэтому люди с психопатией часто совершают преступления. Допустим, психопат-руководитель может не просто орать на подчиненных, а может не угрожать физической расправой, а может и ударить, если подчиненные допускают такое отношение к себе. То есть, тоже о таких вещах я слышал, о таких руководителях я слышал. Да и не только, даже руководители, ой, сейчас у меня вылетело имя из голов, Филдспектор, которого судили, в конце концов, там даже за убийство. Он, наверное, ярко выраженный психопат, продюсер, который создатель Волов Саунд, Стены Звуку, работавший с Тиной Тернер, с Джоном Ленноном, он, вот по мнению, ну, по воспоминаниям многих музыкантов, он действительно был психопатом в том, что он не просто орал на музыкантов, он действительно угрожал, чуть ли не выхватывал оружие, размахивал револьвером, и, в общем-то, ну, производил впечатление совершенно неконтролируемого человека. Беда в том, что почему-то психопатические черты не всегда отслеживаются даже с помощью какой-то диагностики. Ну, вот, например, люди, попадающие в программы космонавтов, наверняка проходят тщательный отбор. Тем не менее, всем известна история, которую он не исключает в Америке, дама из отряда космонавтов, которая приравновала своего мужчину к сопернице, и поехала к этой сопернице, якобы, за этим разговор, но, поскольку каким-то образом уже знали о каких-то намерях, вызвали полицию, что у нее в багажнике нашли моток веревки, скотч, какие-то клещи, молотки и так далее, и так далее. То есть, она явно ехала с дурными намерениями. И это явно психопатическая черта. Человек был готов пытать, уничтожать, убивать просто из-за неразделенной любви или из-за вот этого любовного треугольника. Еще раз, это человек, который, которого зависел, человек мог отправиться в космос, которого зависели многомиллиардные вложения, в том числе от его психологической стабильности. Так что, как мы видим, вычислить психопата совсем не так просто. почему люди такого плана так часто где-то в руководстве? Вообще, как мы понимаем, как вы сказали, что такое карьерист? Человек, рвущийся к власти. Человек, рвущийся к власти, при этом не считающийся с другими людьми. Кто-то, наверное, делает карьеру честным путем, благодаря своим талантам, невероятному трудолюбию и так далее, кто-то при этом в совершенстве владевает искусством безжалостной интриги, искусством подставить своих конкурентов, высвести их в невыгодном свете и так далее, и так далее. Поэтому, наверное, все-таки у нас в обществе по-прежнему и в обществе и во многих людях внутри работает тот самый закон джунглей. Кто сильный, кто хищник, тот почему-то и оказывается на вершине пищевой цепочки. То есть, есть много понятий о добре и зле. Вот, очевидно, люди с этим токсическим фактором в структуре их личности к добру и злу относятся по-своему. И поэтому в какой-то конкурентной борьбе у них есть козыри, которых нет обычных измерий. Тот же натиск этой энергии, это желание получить что-то для себя любой ценой. Ну вот, Джозеф Безос, можно вспомнить пример владельца Амазона, который, когда ему хотелось поглотить компанию, торгующую обувью, он просто в убыток себе стал продавать их обувь дешевле, чем у конкурента, пока, в общем-то, их не поставил на грани разорения, и тогда он скупил этот бизнес и добился своего. Я не знаю, это признак психопатии, или это нормальная бизнес-стратегия. Я не бизнесмен, но я так понимаю, что... Многие вот осуждали его, говорили, что это как бы нечестно, вот, но он добился за своего. Не знаю бизнес-этих, но мне кажется, разорить конкурента, это нормальная часть бизнес-стратегии, и тот же закон джунгля, в общем-то. Какие еще плюсы находят для себя люди, обладающие самой темной триадой? Вообще, некоторые считают, что это такой в свое время был хороший эволюционный механизм. Механизм выживания, механизм установления своей власти, механизм, в конце концов, если речь это мужчинах, а по статистике среди нарциссов и психопатов мужчин больше, чем женщин. Хотя, что интересно, по некоторым исследованиям, с тех пор, как женщины начали бороться за свои права, уровень нарциссизма среди заметно подросся. Они стали догонять мужчин. Опять, я не могу сто процентов учесть достоверность, но упоминается исследование, которое этим занимались. То есть, там, где, опять, начинается конкурентная борьба, и в конкурентной борьбе побеждают те, кто не особо считаются с интересами соперников и с чистотой методов. Наверное, естественный отбор продолжает действовать. Ну, как и соперничество женщин, скажем, за элитного самца мужчину. То есть, как бы, увести, подставить конкурентку, разрушить их отношения, завоевать сердце любой ценой? Возможно. Для кого-то это тоже так работает. Так вот, наверное, даже сейчас по определенным исследованиям, вот эта брачная стратегия людей из темной триады, они куда более успешны в краткосрочных связях, в завоевании большого количества партнеров, в установлении доминирования над партнером. То есть, люди, которые относятся к партнеру так же, как на работе, к карьере, то, что любой ценой завоевано и подчинено. Другой вопрос, что, как мы уже упоминали, при отсутствии эмпатии, при отсутствии способности слышать партнера, для партнера в этом ничего хорошего, в общем-то, не сокрыто в итоге. Хотя, я встречал по ходу своей практики женщин, которые выбирали себе мужей тех самых тиранических и властных, и вот в сине такого властного. Они говорят, я за мужем, за мужем. Он, конечно, грозный тиран, но он защищает меня от окружающего мира, и я выбираю себе вот такую роль. Да, в ней есть минусы, в ней есть унижения, мне приходится со многим мириться, с контролем над своей жизнью, но, тем не менее. Так вот, если мы посмотрим, наверное, человеческую историю, то люди, которые добивались завоеваний, устанавливали свою власть, добивались максимального количества партнерш, а значит, размножались куда быстрее, чем их конкуренты, на определенном этапе человеческого общества в плане эволюции это было козырем. Чингисхан, Тимур, Тамерлан, то есть, сразу приходят новые примеры. Наверное. Я просто не знаю, на самом деле, люди, которые были способны привести в движение такие, это не просто набег, это создание тех же монголах гигантской империи, по-моему, самой большой, которая была за все время существования человечества, империя, которая просуществовала века, империя, которая впитала все лучшее от покоренных народов, очень много взяли от китайцев, от других народов, поэтому, мне кажется, отнести только за счет какой-нибудь психопатии, это чересчур, может быть, не безызвестным в исторических фигурах Влад Цепиш, он же Дракула, Цепиш, пронзатель, который весь к нему пришли мусульманские послы, которые отказались в присутствии снимать челму, он сказал, что оставайтесь в них, и челму им прибили к голове какими-то длинными гвоздями. Наверное, люди такого склада ближе к психопатическим чертам, хотя, опять, судите с 21 века людей, которые жили века назад, в то время тоже занятие так себе. Вот, наверное, то, что было эволюционным преимуществом тогда, наверное, не очень является им сичь. Хотя, опять, как стратегия завоевания власти и достижения своих краткосрочных интересов, похоже, это прекрасно работает. еще одним, мне кажется, яркими представителями темной тряды являются активные интернет-тролли. То есть, кто такой тролль? Человек, который намеренно провоцирует окружающих. Человек, все удовольствие которого, кого-нибудь оскорбить, унизить, втянуть в дискуссию, и человек, который думает, что он дискутирует, убедить, все это имеет дело с кем-то, кто упивается властью, упивается тем, что он самим фактом способен вызвать у человека сильные эмоции, гнев, горе, печаль. То есть, мне кажется, активный интернет-тролли это та же самая публика. Поэтому, как я, мне кажется, давно уже усвоил, как и многие люди, что если только ты видишь человека, который пытается вступить в троллинг, с ним нельзя переписываться. Как только ты ответил троллю, ты уже проиграл. Если ты в длинную дискуссию, ты продолжаешь падать на самое дно. Как только человек пытается тебя троллить, ты в тот же момент его блокируешь, удаляешь и делаешь так, что не смог до тебя добраться. Единственное, что можно сделать в этой ситуации. И в троллях же тоже, заметь, есть тот самый элемент повседневного садизма. Они наслаждаются тем, что вызывают у людей неприятные эмоции. Они наслаждаются тем, что мучают кого-то. известны множественные случаи, когда тролли имели дело с подростками. Бывало, что их доводили до самоубийства с помощью таких вещей. И я сейчас вспоминаю, какую-то программу упоминали несколько лет назад, девушку, которая переписывалась с депрессивным парнем, которая за него ухаживала, которая таки довела его до самоубийства и доставляла удовольствие его унижать. Она говорила, что, конечно, надо покончить с собой, потому что зачем-то жить такому. И он так и сделал. По-моему, ее судили и, по-моему, даже куда-то посадили. Вот. Поэтому, говоря о той самой темной триаде, что делать нам, которые, предположительно, к этой триаде не относятся? Хотя, еще раз, у каждого из нас могут быть какие-то черты манипулятивности. И некие нарциссические черты не так плохо. То есть, если не путать нарциссический невроз развитый, нарциссизм как патологию, а некий человек ценит себя, ощущает важность себя, стремится добиться для себя чего-то, в этом нет ничего плохого. когда человек Макеавелли гибок и в каких-то бизнес-переговорах, в каких-то ситуациях способен действовать гибко, пытаться увлечь соперника. Я, кстати, знаю людей, которых изрядная часть их успеха, это от природы данный талант обаяния. Это люди, которые умеют обаять, это люди, которые умеют очаровать. Притом, не факт, что человек, о котором они имеют дело, что действительно его любят, увлечены, и он им очень нравится. Но они могут в какой-то момент, потому что это выгодно человека убедить, что он для них просто прекрасен из своих чувств. Это дает нам свои плюсы в бизнес-переговорах, в бизнес-отношениях. И тоже, когда это является некой частью, а не базисом и постоянным основанием отношений с людьми, это не так плохо. Но опять, мы не будем прикрываться святыми и делать вид, что мы никто никогда никем не манипулировали. Наверное, есть такие святые, но их мало. Вот. Поэтому нам приходится осознавать, что среди нас вводятся такие люди. Вот, наверное, возвращаясь, если я могу себе представить здоровые какие-то частые макеавельсические, некие здоровые нарциссические черты, здоровые психопатические черты я себе представить не могу. Или человек, который склонен к вспышкам, взрывам, агрессии, он должен выбирать какую-то стезию, карьеру в этой жизни, где он может это применить. осознавая, что такие люди живут вокруг нас, осознаю, что такие люди мы рискуем столкнуться на работе, в отношениях, где угодно, для нас важны само понимание этого для нас носит некий оберегающий характер. То есть нам стоит осознавать, что если такой человек находится рядом с тобой, ты не можешь ждать ничего хорошего. Ты для этого человека расходный материал. Ты для него способ достижения неких своих целей, или ты для него способ объекта можно излить какую-то свою злость и получить удовольствие от унижения тебя и так далее. И ну где можно пересечь с такими людьми? Только в личных отношениях и на работе. И на работе с этим сложнее намного. Ладно, если ты имеешь дело на работе с макевилистом, который душка, очаровашка, который прекрасно умеет тебя заставить почувствовать себя неимоверно значимым и важным для него, наверное, добьется твоих каких-то целей, правда, может тебя и подсидеть, или в какой-то момент, когда ты перестанешь быть ему нужным для его цели, ты вдруг ощущаешь, вся эта любовь как-то исчезла. В какой-то момент ты только что был интересным, а теперь ты никто. И люди с некоторым недоумением, разводя руками, как же ты. к этому тоже можно и нужно быть готовым. Я думаю, что макеавелистов вычислить довольно-таки несложно. Ты видишь, человек, который чрезмерно хорош со всеми, который для каждого найдет добрый человек, веселый человек, замечательная вещь. Если ты добротой и весельем всегда проглядывает некая выгода, что человек с помощью этих прекрасных качеств чего-то хочет добиться и добивается постоянно, то стоит присмотреться какой ценой, стоит присмотреться, что происходит с теми людьми, которые перестали быть ему нужными, перестали быть для него важными, и подумать, хочешь ли ты пополнить с собой их ряды. Если ты имешь дело с руководителем, психопатом или нарциссом, на мой взгляд, если ты смешешься с психопатом, то надо просто бежать. Можно, конечно, есть бойцовский характер, затевать тяжбы с призыванием юристов, профсоюзов и так далее, но война с психопатом себе дороже. На мой взгляд, надо просто уходить, потому что это никак не может кончиться добром. Если тебя запереть в клетке с хищником, тебя сожрут, только если ты сам не еще больший хищник, а не все мы хищники. Иметь дело с нарциссом, в нарциссисе человека его ощущение собственного величия, того, что он искренне верит, что он для всех важен, его же и уязвимость, то есть нарцисс тоже открыт для манипуляций. если в чеке видны те самые нарциссические черты, как там было в песенке, на хвостуна не нужен нож, ему немножко подпоешь и делай с ним что хочешь. Ну вот здесь примерно то же самое. Если вы видишь медилу с нарциссом, и вы в вас тоже есть оттенок манипуляторства, и вы в состоянии подпевать ему, и давать ему почувствовать себя очень особенным для вас, насколько он велик и прекрасен для вас, то наверное в этой ситуации вы можете тоже как-то есть пространство для маневра, чего-то можно добиваться. Подводя некие итоги, вот это пафос психология зла, у него конечно есть основания. Есть люди среди нас, и в них очень много того, что можно звать злом. Но старая римская поговорка примонитус, примонитус, кто предупрежден, тот вооружен. Поэтому само по себе осознание, что вы можете иметь дело с такими людьми, и способность их распознавать, и понимание, как в каждом из этих случаев стоит выстраивать свою стратегию поведения, чтобы не остаться жертвой, это вполне достижимо. Спасибо большое, Риль Резник-Мардов, психиатр, психотерапевт, сегодня был с нами в студии, диагноз недели, до встречи в следующий понедельник. Всего доброго. Радио Болткома